Сегодня в программе На пути к равным возможностям в Киеве состоялась первая конференция Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов Курево и топливо на Львовщине разоблачили принципиально новый способ транспортировки контрабанды Вести из псевдореспублик из захваченной боевиками территории Донеччины пытались вывести шахтное оборудование Столетия назад женщины отчаянно боролись хотя бы за право голоса Но времена меняются, сегодня они пилотируют боевые самолеты, командуют авианосцами и атомными субмаринами Что и говорить, в 2008 году Карме Чакон стала первой женщиной-министром обороны Испании И это, внимание, на седьмом месяце беременности Сегодня в вооруженных силах Украины служат более 25 тысяч женщин, примерно 22% от всего личного состава У пограничников показатель еще выше, 27% И каждый год он растет Вопрос гендера очень широкий и включает в себя очень много составляющих Сейчас мы говорим о вопросе гарантирования принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин Конечно, до уровня фининизации армии Израиля или США Украина не дотягивает, но это пока Мы гордимся тем, что обновили наш национальный план по выполнению резолюции ООН-1325 Женщины-мир-безопасность Которую разработали в 2016 году и стали первой и единственной на данный момент страной в мире Которая приняла этот национальный план во время войны Впрочем, победить устоявшиеся стереотипы непросто Многие украинки в форуме могут это подтвердить Поэтому активистки объединились в Украинскую ассоциацию представительниц правоохранительных органов Их девиз – в одиночку мы сильны, вместе непобедимы Это замечательное движение выступает за усиление роли женщины Чтобы в этом обществе не было аутсайдеров Чтобы у каждого была своя роль, свое место и свое призвание Цель ассоциации – формирование гендерной непредвзятости Где главный критерий – профессиональное качество Чтобы каждый человек, независимо от своей биологической принадлежности Мог осуществить свои мечты и мог овладеть любой профессией Участники встречи настаивают Ассоциация не требует преференций для женщин Она выступает за формирование среды, благоприятной для развития и продвижения профессионалов А еще – дружественной к семье Сейчас рассматривается вопрос, например, о разрешении приводить с собой детей на службу в выходные дни Примечательно, что двери ассоциации открыты и для мужчин, тех из них, кто исповедует такие же ценности Я не верю в то, что женщины, борясь за свои права или за гарантирование гендерного равенства Могут справиться с этой задачей самостоятельно Тем, кто до сих пор считает, что место женщины на кухне Советуем прислушаться к мнению уважаемых экспертов По исследованию МВФ, даже у развитой экономики США При условиях привлечения в экономическую жизнь на равных правах мужчин и женщин Есть возможность вырасти на 5%, а у японской – на 9% Так что мужчинам-скептикам стоит задуматься, доминировать в нищете или поддержать равные возможности И, может быть, именно женщины, наконец, раскроют истинный потенциал Украины во всех сферах Сигареты вот уже несколько лет подряд возглавляют в Украине рейтинги контрабанды И хотя пограничники всячески пытаются перекрыть табачные потоки, преступники тоже не сидят сложа руки Недавно подпольные дельцы испытали оригинальный способ маскировки сигарет Хлопотный, однако почти беспроигрышный Во всяком случае, им так казалось Пункт пропуска Краковец на границе с Польшей – один из самых крупных на западе Украины Ежесуточно его пересекает более 4 тысяч автомобилей и 8,5 тысяч людей Когда в Краковце остановился этот грузовик, была уже глубокая ночь По документам многотонная фура с торфяными брикетами направлялась в Чехию С бумагами все вроде в порядке, но что-то с ней не так То ли водитель очень нервничает, то ли товар слишком необычен Оценив риски, пограничники инициировали углубленный досмотр автомобиля и вместе с таможенниками принялись за работу И не зря! Топливо оказалось секретом! Смотрите внимательно! Вот этот брикет настоящий! Он довольно тяжелый и пустотелый А это уже другой, значительно легче Отковырнем верхний слой Что внутри? Кто бы сомневался? Среди настоящих топливных брикетов было немало вложений со специально изготовленными муляжами А внутри – контрабандные сигареты Как соорудить такой контейнер? Очень просто Для этого упаковку с сигаретами нужно покрыть монтажной пеной и покрасить Работа хлопотная, но оно того стоило После полной проверки автомобиля и груза было установлено, что таким образом в Польшу перевозили 16600 пачек контрабандных сигарет Пачка таких изделий в соседней Польше стоит как минимум 3 евро, так что убытки дельцов подсчитать нетрудно Теперь они вряд ли рискнут перевозить курево под видом топлива Ну, может, изобретут что-то новенькое Смотрите далее Вести из псевдореспублик Из захваченной боевиками территории Донеччины пытались вывести шахтное оборудование Зиантарная лихорадка Двойной улов на польской границе На телеканалах подконтрольных России регионов Донбасса любят похвастаться достижениями Донецкая Народная Республика поэтапно выходит на довоенный уровень экономического развития Уверенными шагами мы приближаемся к показателям 2013 года Да что там приближаемся? Некоторые показатели роста просто зашкаливают Настоящее экономическое чудо Новоиспеченный фейковый главарь фейковых республик просто излучает оптимизм Вместе мы изменим жизнь каждого гражданина нашего государства к лучшему И укрепим собственную экономическую, гражданскую, культурную самодостаточность Но, как видим, реальная жизнь регионов, где хозяйничают боевики, далека от картинки в телевизоре По данным Главного управления разведки Украины, кремлевские марионетки украли и вывезли в Россию Оборудование 18 заводов Большинство бывшие флагманы машиностроения и тяжелой промышленности Вывозили по-тихому на автомобилях так называемых гуманитарных конвоев Вот что осталось от шахты в Первомайске Луганской области Подобная судьба постигла многие угледобывающие предприятия оккупированного региона Краденое добро стараются как можно быстрее увезти подальше Теперь уже и в Украину Этот контрольный пункт называется Новотроицкое Его построили близ одноименного поселка на линии разграничения с оккупированными территориями За каких-то 60 километров промышленный Мариуполь Именно туда и направлялся наш соотечественник, на которого от пограничных оперативников поступила соответствующая информация Собственно, правоохранителя интересовал не столько он, сколько груз В кузове машины оказалось шахтное оборудование, оцененное в почти полтора миллиона гривен Как выяснилось, добро украдено в процветающем Донецке Кстати, блокпост боевиков парень пересек без проблем за взятку На это же рассчитывал и в Новотроицком Не удалось, теперь придется рассчитывать разве что на снисхождение судей Мечта пограничника-недотепа-контрабандиста, у которого это написано на лбу Однако такие попадаются нечасто Большинство хитрые, осторожные, изобретательные Но фортуна штука капризная В бензобаке этого автомобиля современные кулибины спрятали драгоценные камни А в свободное место по-хозяйски добавили сигарет Такой оригинальный комплект обнаружили на Львовщине О возможной контрабанде пограничники отдела Краковец узнали из оперативных источников Поэтому вместе с таможенниками осмотрели микроавтобус, на котором ехала в Польшу 22-летняя львовянка И в яблочко из бака достали 8 килограммов необработанного янтаря плюс 140 пачек сигарет Контрабас в ассортименте А тем временем янтарная лихорадка продолжалась Через несколько дней в пункт пропуска у Гринов подъехала машина на Евробляхах Подобные автомобили частенько оборудуют тайниками С учетом этого ее внимательно осмотрели и угадайте, что нашли? Опять солнечный камень 6,5 килограммов На этот раз в газовом баллоне Смотрите, ювелирный материал, килограмм которого на Гданьской бирже стартует от 1000 евро Подметают обычным веником Возмутительно! В итоге контрабанду, а вместе с ней автомобиль, как средства перевозки, конфисковали и передали в фискальную службу В следующей программе самые внезапные, безбашенные и смешные топ суперинтересных задержаний на границе за 2018 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok